Господи, Господь наш, я хочу на имя Твое по всей земли, я хочу взяться в великолепие Твое, превыше небес. Здравствуйте, дорогие телезрители! Сегодня 16 мая, среда, и Церковь предлагает нам к нашему назиданию и для нашего внимательного рассмотрения отрывок из книги «Деяний святых апостолов». 18 глава, стихи с 22 по 28. И вот как звучит этот отрывок в русском синодальном переводе. «Побывав в Кесарии, он приходил в Иерусалим, приветствовал Церковь и отошел в Антиохию. И, проведя там несколько времени, вышел и проходил по порядку стран Галатийскую и Фрегию, утверждая всех учеников. Некто Иудей, именем Аполлос, родом из Александрии, муж красноречивый и сведущий в Писаниях, пришел в Эфес. Он был наставлен в начатках пути Господня и, горя духом, говорил и учил о Господе. Правильно, зная только крещение Иоаннова. Он начал смело говорить в синагоге. Услышав его, Акила и Прескила приняли его и, точнее, объяснили ему путь Господень. А когда он вознамерился идти в Ахайю, то братья послали к нему тамошним ученикам, располагая их принятие его. И он, прибыв туда, много содействовал уверовавшим благодатью, ибо он сильно опровергал Иудеев всенародно, доказывая Писаниями, что Иисус есть Христос. Итак, дорогие братья и сестры, сегодня Церковь предлагает нам внимательно рассмотреть и порассуждать над отрывком из книги «Деяний апостольских». 18 глава, ее конец, стихи с 22 по 28. 28 стихом кончается данный сегодняшний отрывок, данное зачало. И в этом зачале повествуется о том, как апостол Павел, побывав в Кесарии, он проходил в Иерусалим, приветствовал Церковь и отошел в Антиохию. Кесария – это прибрежная часть Палестины, куда он прибыл, пересекая море. Прибыв туда, он приходил, был в Иерусалиме, приветствовал Церковь и отошел в Антиохию. И, проведя там несколько времени, вышел и проходил по порядку страну, Галатийскую и Фриги, утверждая всех учеников. Как мы уже говорили, апостол Павел, отличительной чертой апостола Павла было то, что он старался не терять связь с теми общинами, которые он организовал. И он всегда старался быть в курсе всех тех настроений, которые царили в каждой основанной им церкви, в отдельных городах. Поэтому всячески, всякий раз он старался бывать в этих городах и смотреть, как по праву именующий себя духовным отцом этих церквей, он смотрел за тем духовным внутренним состоянием и внутренней жизнью общины и корректировал ее, если он видел, что происходят какие-то патологические изменения внутри общины. И мы видим, как апостол Павел, как любящий отец, увещевает свои общины. Мы видим, как он пишет письма к Коринфинам, письма к Галатам. Мы видим, как он пишет письма не только в те общины, которые он организовал, но и те общины, которые были созданы не им, но в которых он мечтал побывать. Это, например, община города Рима. И вот апостол Павел путешествует и идет по городам Галатии и Фрегии. Далее повествовательный акцент смещается на некого Аполлоса. Кто же это такой? 24 стих 18 главы говорит нам следующее. Некто иудей. Первая характеристика – это то, что он иудей. Он еще не принял крещение, но, как мы увидим дальше, он является ревностным служителем Слова Божия. Именем Аполлос, родом из Александрии. Конечно же, для иудея мы видим очень странное, довольно-таки странное имя Аполлос, более напоминающее нам о греческой культуре. И действительно мы видим, что он родом из Александрии. И как мы помним, мы уже говорили об этом, что иудеи в результате различных исторических катаклизмов, которые происходили на территории Палестины, были переселяемы в различные территории Средиземноморья. И очень большая община сформировалась в Египте, в Александрии. И эта община обладала очень большой значимостью, очень большим авторитетом. И как мы видим, Аполлос был родом из Александрии. Стоит еще сказать, что Александрия – это был некий центр, философский центр, духовный центр, откуда, где аккумулировались различные знания, и где было очень много образованных людей, в том числе, конечно же, и из среды иудеев. И вот Аполлос именем из Александрии, родом из Александрии, муж красноречивый и сведущий в Писаниях, пришел в Эфес. Как мы видим, что Аполлос тоже весьма образован, обладает красноречием, логически построенной речью, может аргументированно защищать свою точку зрения. И, что самое главное, он сведущий в Писаниях. И он пришел в Эфес. Он был наставлен в начатках пути Господня и, горя духом, говорил и учил о Господе правильно, зная только крещение Иоаннова. Еще не будучи крещен во имя Иисуса Христа, зная только крещение Иоаннова в покаянии, в оставлении грехов, в подготовку к принятию Христа, еще не во всей полноте познав Христа, он все-таки знает о Господе, он знает учения, которые принес Христос, и он знает, что книги Ветхого Завета говорили именно об этом человеке, об Иисусе Христе. И он идет и проповедует, говорит всем об этом. Он начал смело говорить в синагоге, услышав его Акила и Прискила, а это верные ученики апостола Павла, приняли его и точнее объяснили ему путь Господень. Они лишь расширили рамки его мировоззрения, его фундамента мировоззренческого, объяснив не только высоту и чистоту Христова учения, но и объяснив, зачем человеку нужно следовать этому пути, и дополнили его горящее сердце нужной фактологией, нужной информацией. И когда он вознамерился идти в Ахаю, то братья послали к тамошним ученикам, располагая их принять его. И он, прибыв туда, много содействовал уверовавшим благодатью. Ибо он сильно опровергал иудеев, всенародно доказывая писаниями, что Иисус есть Христос. Мы видим, что в Аполлосе церковь приобрела яркого проповедника. И его дар, дар проповедничества, его горящее сердце оценит апостол Павел, говоря в первом послании к Оринфинам о том, что апостол Павел, он говорит от своего первого лица, «Я насаждал, а Аполлос поливал». И мы видим, что у церкви появляется новый проповедник – Аполлос. Итак, дорогие братья и сестры, сегодня мы с вами поразмышляли, вернее, просмотрели, коротко просмотрели отрывок из книг «Деяния святых апостолов», где говорится о развитии церкви и о тех личностях, которые способствовали распространению Христова учения и веры в Иисуса Христа. Будем молиться. И помните о том, что когда мы молимся, мы обращаемся к Богу, а когда читаем Священное Писание, Бог с Его страниц обращается к нам. Всем радости об воскресшем Господе и до новых встреч! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова